Наталья Штульберг сделала ремонт доме в прошлом году, но теперь ей придется начинать его сначала. В результате тушения огня на крыше был залит весь дом. Мебель и часть техники пришли в негодность. К тому же придется и восстанавливать кровлю. При этом пожар был даже не у нее. Крыша дома, рассчитывая на двух хозяев, загорелась с другой стороны. Раздался внезапно резкий треск. Большое окно зальное накрыло, именно дымом накрыло все. Пошел очень сильный треск и когда я уже стала выбегать, люди прибежали и сказали о том, что на данный момент горит крыша у соседей. Я выбежала, оттуда раздалось пламя и за счет сильного ветра пламя сюда прямо именно отправилось в нашу сторону. Соседи быстро остановить огонь не смогли. Алла Сачо вспоминает, когда выходила из дома, чтобы поехать по делам, все было нормально. Но через несколько минут, дойдя до остановки, увидела, что дом горит. Остановить пожар своими силами уже не смогла. Ну вот лаборатория была, пожарники, они это все снимали. В принципе, как говорится, обвинять начали меня, что вот именно я виновата в том, что пожар произошел. Это никто не застрахован от этого, правильно? Моей вины тут нет, что вот так получилось. Могло и с их стороны загореться, могло, вот получилось моей. Винять женщину по простой причине. Кабель, по которому электричество и подается в дом, проходит по ее чердаку, и именно замыкание в нем и стало причиной пожара. Послужило нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электрооборудования. А именно, в одной электрокабель квартиры номер один был проложен по сгораемому основанию, то есть по деревянному карнизу крыши. Сейчас жители дома начинают работы по восстановлению кровли. По самым скромным подсчетам, на это уйдет полмиллиона тенге. Алексей Никоноров, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова